30 января 26 января Obsidian Entertainment запустила на сайте с озвучным названием FIG компанию по сбору средств на разработку Pillars of Eternity 2 Deadfire. Авторы попросили у народных инвесторов 1 миллион 100 тысяч долларов США и собрали всю искомую сумму в течение 22 часов. На данный момент в копилке проекта более 1 миллиона 600 тысяч, а до конца кампании еще 26 дней. По сюжету в крепости Кайд Нуа пробудился бог света и перерождение, рушит эту самую крепость и почти убивает главного героя. Тому, чтобы спасти свою грешную душу, необходимо отыскать бога и попросить ответить по понятиям, что в свою очередь может вызвать хаос среди людей и других богов. Грядущее путешествие покажет новые территории и культуры как на суше, так и на воде. Обсидиан обещает нормально прокачать технологии. NPC обзаведутся собственным распорядком, связанным с динамическими заданиями. Персонажи будут работать, отдыхать, бухать в тавернах после тяжелого дня и заниматься прочей важной деятельностью. Окружение прибавит в динамике. Например, во время дождя деревья будут качаться на ветру, а человечки укрываться от непогоды. Графон тоже должен похорошеть, а время загрузки в закрытых помещениях уменьшится. Обсидиан планирует сделать Deadfire крупной и долгой RPG, но постарается ее сбалансировать. В первой части был небольшой перебор с бессмысленными сражениями, больше не будет. Те, кто прошел первую Pillars of Eternity, смогут импортировать сохранения в сиквел или сгенерировать новые. Но вернемся к баблу. Само собой, разработчики уже подготовили несколько дополнительных целей, три из которых успешно достигнуты, так что смело рассчитывайте на два подкласса для каждого класса, максимальный 18-й уровень развития вместо 16-го и русскую локализацию. А теперь о главном. Ubisoft показала первого оперативника второго сезона обновлений Rainbow Six Siege. Им стал Рияда Рамирес Аль-Хасар по прозвищу Шакал, сотрудник испанской специальной группы по операциям. Его предыстория включает какие-то драмы про мертвого брата, но кому вообще это интересно? Куда важнее, что новый член атакующей группы обладает специальным устройством, показывающим на полу следы противника. Это должно сделать Шакала настоящей головной болью для роумеров. В его арсенале автомат C7E и пистолет-пулемет PDV-9, а также пистолет-пулемет Beretta 12S и универсальный самозарядный пистолет. Во всей красе двух новых оперативников и карту из дополнения Velvet Shell Ubisoft покажет в прямом эфире во время Six Invitational. Resident Evil 7 стартовала неделю назад и успела не только собрать приличную прессу, в том числе изумительно от StopGame.ru, но и порадовать своих создателей. Capcom сообщила об отгрузке в магазины более 2,5 миллионов копий игры для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Суммарный тираж всех Resident Evil перевалил за 75 миллионов. Вот уже 20 лет Обитель Зла остается флагманом для Capcom. Компания рассчитывает продать до 31 марта 4 миллиона Resident Evil 7, и хорошим стимулом наверняка станут премьеры кинокартин Обитель Зла Последняя Глава и Resident Evil Vendetta. Прочая статистика тоже впечатляет. Демоверсия The Beginning Hour была скачена более 7 миллионов раз. Из 870 тысяч пользователей, согласившихся поделиться статистикой с разработчиками, 10% людей проходят Resident Evil 7 в шлеме виртуальной реальности. В общей сложности игроки уничтожили более 26 миллионов врагов. Более того, японцы, что многое объясняет, определили, что 47% игроков 758 тысяч раз посмотрели на какой-то лифчик. Ну, видимо, он есть в Resident Evil 7. Titanfall 2 продолжает неспешно вставать с колен и пытается привлечь новых пользователей бесплатным контентом. К сожалению, у шутера до сих пор нет красивой и толковой дорожной карты с долгосрочными и среднесрочными планами, но хотя бы о ближайшей перспективе разработчики рассказали. В феврале Titanfall 2, как известно, обогатится режимом Live Fire, в котором команды 6х6, состоящие только из пилотов, в нескольких раундах должны за 60 секунд либо перебить друг друга, либо захватить флаг. Для этого замеса Respawn подготовит несколько специальных карт. В марте боевик пополнится новой бесплатной картой, ремейком Колонии из первой части. Также ждите нового Титана, косметическую мишуру, новое оружие и новое добивание. Надеюсь, все у Titanfall 2 будет хорошо. Вам же желаю продуктивной недели и успехов. Не забывайте заходить на stopgame.ru. Чао, какао. Субтитры сделал DimaTorzok